Всем привет! С вами ProSkillWhatBlitz. Сегодня в этом видеоролике я хотел бы вам показать, как будет отыгрываться в нынешнем рандоме T22SR. Она сейчас продается на аукционе, ее можно купить. Дороговато, 17500, но я думаю, все равно люди будут разбирать постепенно. У нас карта LLMain, и сразу видим по сетапу, это сейчас зачастую так и будет. 4 динамики против 3, и тем более есть бэшка с батчатом во взводе. 100% она куда поедет? В поле. Поэтому я принимаю решение быстренько продавить город точки С. Здесь будет лютый замес, вы все дальше увидите. Так что не забывайте подписываться на канал, потому что 1 января 2023 года мы будем разыгрывать 18 премиум и коллекционных танчиков. И чтобы участвовать в этом, обязательное условие это быть подписанным именно на этот ютуб канал. Поэтому, кто еще не подписался, смело можете подписаться. Я не ожидал, что здесь останется ИС-4 в городе, в приемочке, у них вся команда поехала в поле. Но я это предвидел уже по сетапу. Когда играете на динамичных танках, это СТЛТ, всегда за этим следите. И количество динамичных машин, которые могут приехать к вам. И особенно динамичные ТТ в виде бэшки, 113-го, там Чифтейна. Ну, достаточно быстро справляемся с ИС-4 и сразу едем в поле хоть как-то законтрить наш рест. А там происходит лють. У нас осталось на респе 2 СТшки и ПТ-САЛ. Не знаю, почему они не перекатились к нам. Тут такая логика. Если ты закатываешь противоположный рест, то закатывает твой рест толпой. И оставаться бесполезно. Против ДПМщика вот что происходит. На, вся Арава снесла. Остаемся в четвером. Против пяти. Я решил поджаться агрессивно. Потому что если останусь в поле, скорее всего, моих союзников рано или поздно разберут. Нужно участвовать в бою. По поводу танка. Неплохой ДПМ. Однозначно, сейчас он не так нагибает, как в свои старые времена. Но все равно броня есть. Борто, читерное. Можно задним ромбом танковать. Где-то в городе. Если противник прям дотошный и имеет точное орудие, он вас будет пробивать. Если вы играете против косого орудия, зачастую будете танковать. На меня едет прога с тремя снарядами. Один мимо. И два снаряда все-таки пробивает. Я пытаюсь как-то уйти вниз, потому что опасаюсь, что на меня могут забатиться еще. Но благо такого не происходит. Вот. Обратным ромбом танканули. По ДПМу добираем. Остаемся вдвоем против троих, но из четвертой в окружении. И они успевают к нему подъехать. И его минусуют. Чувствуете, что делает противник? Они не боятся. Они вот как ехали в самом начале. Прям оравой закатывать. И точно так же продолжают в конце. Когда можно было аккуратненько развести меня с двух сторон. У нас ДПМ побыстрее, чем у М60, потому что я в шотном состоянии. У нас еще перк работает. Выезжает 28. И мы танкуем читанной своей броней. Вот такой вот первый бой. Быстрый. Колобанов. Шесть фрагов. А мы сейчас идем на вторую катку. И вы будете удивлены. Так. Смотрим. Что у нас здесь? Мастеров. Незавышена планка. Мастеров достаточно легко брать на этом танке. По фарму. 300 тысяч. Ну не забывайте там это Колобанов, медалька и мастер. И вот такие вот результаты. Смотрим. 28. 55%. И взвод у них там бэшка каталась. 56%. Ну плюс-минус такие опытные бойцы. 50%. Карта Элала Мейн. Противоположный резк. Смотрим по сетапу. У команды противников 3 СТ. И у нас 3 динамичных танка. Есть Виккерс. И в этой ситуации я выдвигаюсь в поле. Но не забываем, что у команды противников есть тяжик. Чифтейн. У которого есть неплохая динамика. И он может спокойно поддержать СТ направление. Не торопимся. Все равно как бы 3 на 3. У СТ хороший ДП. Могут зафокусить. Даем по Т-62. И Паттон занимает ключевую позицию. Самолет. Уже к нему не проедешься. Потому что вдвоем они тут выставляются. Можно оказаться в перекрестном огне. Вот как у нас союзник на Виккерсе. Благо к нам подъезжает Тайп 71. Потому что что произошло? Моментально. Вот только оказался мой союзник невыгодной ситуации. Его зафокусили и убили. За считанные секунды. Когда вы играете ТТ направление. Ну тут хамлец пока упарывается на М60. Я пытаюсь обратным рамбом танковать. Так вот. Когда идет закатка на ТТ направление. Примерно чтобы разобрать тяжа. Нужно минимум минуту потратить. Когда идет закатка на СТ направление. СТшку разбирают в считанные секунды. Тем временем наша команда поехала на точку С. Там Б перезахватили. А Гриль оказался в поле. Пытается продавить всеми силами. Неприятно то что он на меня лезет. Я пытаюсь как-то к нему в борт поджаться. Чтобы не пробил меня. И у меня это выходит. Забираем. 5 в 4. Но здесь в поле у них плюс-минус неплохое преимущество. Чифтейн на меня не обращает внимания. Они пытаются законтрить нашего Тайпа. Минусует его. 4 в 3. Подлавливаем Паттона. И Яга должна забирать его. Я не успеваю его ставить на каток. Мне это на руку. Что Чифтейн байтится на нашу Ягу Е100. 3 в 3. Нужно такое доигрывать. Но Яга Красавчик все-таки забрала Паттона. Ну здесь моя задача разобрать Чифтейна. Я не пытаюсь танковать. Потому что я вижу у меня есть ХП. Чтобы пережить его выстрел. И Яга Красавчик мне помогает. И остается одна ПТ-СА у Минотавра. Вот такие вот быстрые бои. Я вот решил сыграть, чтобы сделать видеоролик. Да, там показать как СР играется. 2 минуты. 2, 2,5 минуты. 3 минуты максимум. Потому что динамики берут много. Игроки, чтобы там не знаю, ивент, не ивент пройти. И за счет этого происходят вот такие вот турбачи. Мастера взяли. Ну все равно как бы 2 мастера. Вот так вот. Кредитов на формирует 162 тысячи. И такие показатели. Не забывайте подписываться на YouTube канал. Повторюсь. Розыгрыш. Не за горами. Также оценивать видеоролик. Комментарии оставлять. Как вам эта машина. Нравится, не нравится. Будете ли вы ее покупать, если у вас ее нет. И хотели бы вы ее себе купить. Также напомню, что у меня есть брат. Его никнейм хватит 3 минут. Он тоже делает видеоролики. И закреплю под видео в комментариях на него ссылку. Поэтому можете переходить, смотреть тоже и оценивать. И всем уже до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok